Друзья, а перед просмотром видеоролика советую подписаться на канал motohlamo.net. Парень покупает альфы, дельты, скутера и прочую технику за очень малые деньги и восстанавливает их. Я думаю, вам эта тема будет очень интересна, так что переходите на канал. Ссылка будет в описании, в закрепленном комментарии и в всплывающем окне. Всем здорова! Нормальные люди зимой готовят свои мутации к летнему сезону, а я буду цеплять коляску к планете, чтобы подрифтить зимой. И это видео хотелось бы начать с решения некоторых проблем. Проблема с освещением в сарае решена. Теперь остается проблема с вырванным соском камеры. Я же дофига оффроудер, подпустил колесо осенью. В очередной раз снял колесо с мотоцикла. Новая камера обошлась 450 рублей. Борсировать колесо зимой это весело, а в особенности борсировать дубовую советскую покрышку. Кое-как спустя пару часов справился с этой задачей. Теперь предстояло откопать коляску из снега. Кстати о ней. Подгнал мне ее дядька. Ездили ее забирать с дедом за 30 километров от дома. К сожалению, процесс ее погрузки на крышу не заснял. Для облегчения установки коляски подложил под нее бруски. Также раздобыл недостающие крепления. А не было заднего яблока и крепления под баком. Обошлись они в 350 рублей, если кому интересно. Нет. Нажавил их на мотоцикл, но пока не затягивал. Разобрал нижние крепления и смазал их солидолом. Уже понадобилось прицепить изжаг к коляске. Но вспомнил про тяги. Они настолько проржавели, что пришлось закрывать горелкой. Не успел начать заниматься коляской, как уже наступала ночь. Кажется, у меня закончились ключи на 17. На следующий день присоединил коляску. Процесс не снимал. Так как уже замаялся подгонять верхние крепления. Уж очень сильно они закисли. Ладно, что все про мотоцикл для про мотоцикл. Давайте же про люльку расскажем. Это же видео, можно сказать, про люльку. Что у нее имеется? Капот имеется целенький. Кроме вот здесь место немножко замято. Можно будет выровнять и все будет нормально. Кром местами целый. Местами уже подушедший сильно. Отсутствует стекло ветровое. Но оно здесь и ни к чему, потому что коляска будет чисто, как грузовой кузов. Что приятно, имеется сидение. Можно кого-нибудь посадить, подвести. Подлокотнички имеются. Вот здесь отсутствуют на этом подлокотнички. Хромированная вставка, которая закрывает здесь все. Залазки капота, к сожалению, заржавели. Он не сдвигается. Далее давайте пройдемся по крылу. Оно уже, конечно, насквозь ржавше. Проржавело. Но это ничего страшного. Имеется вот такая вот фара у нас. Можно будет ее подсоединить. Потом будет дополнительный свет. Это хорошо, несомненно, если ехать ночью. Поворотник. Здесь стеклашка отсутствуют. Здесь имеется. Я пробовал примерять. Обычные поворотники с мутацией, когда они сюда не подходят. Здесь нужно специально для коляски, к сожалению. Стекло стоп-сигнала, кстати, тоже имеется. Просто я его снял. Из-за того, что вот здесь вот уже отсутствует резьба. И оно просто-напросто у меня потерялось бы где-нибудь на дороге. Вот здесь тоже немножко замято крыло. Здесь багажник имеется. Что тоже, несомненно, круто. Днище коляски уже очень давно прогнило. Там уже доски сделаны, подложены. Вот здесь вот прогнило сзади. Колесо тоже очень ржавое. Но это ничего страшного. В любом случае его легко заменить. Покрышка уже стерлась. Чуть ли не до дыр. Так же ее заменю. Амортизатор тоже уже следовало бы заменить. Потому что он пробитый и полностью, наверное, вытекший уже. Коляска просто работает на пружинке. Внутри коляски, можете заметить, я еще ничего не убирал. Стояла эта коляска у дядьки под сливой. И вот она теперь там все это лежит. Потом это все выгребу, уберу, почищу там сиденье. Давайте уберем сиденье. Вот отличное сиденье. Целенькие. Там вот еще пространство есть внутри. Все здесь усилено каким-то листом. Ключ велосипедный и какая-то крышка круглая, чего-то. Вот столько там еще места. Куча, чтобы возить металл. Сейчас еще покажу вам, что нашел. Вот здесь сбоку. Смотрите. Повязка. ГАИ. Дружинник. Кокарда. Вот. А внутри вот этой повязки находятся бронепровода. Что, несомненно, классно. Бронепровода всегда нужны и всегда пригодятся. Еще что-то валяется. Кусок изоленты старый, тряпочный. Уже закоржавевший, высохший и непригодный к дальнейшему использованию. А в этом бардачке у нас какие-то провода советские. Что тоже классно. Можно куда-нибудь их применить. Ну и какая-то излившая тряпка там. Не будем туда лезть. Ну а в целом коляска как коляска. Хорошая коляска, чтобы возить металлолом. Кстати, пацаны, голосуйте. Будем выращивать лишайник на коляске, довисный или нет. Опрос где-то будет выскочить. Здесь, наверное, сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА